Приветствую всех! 24 октября ездил в Завидовский национальный парк. Это северное направление, 100 километров от Москвы. Движение на железной дороге довольно-таки быстрое. Сверху строят московские развязки. Движение национальный парк. Движение национальный парк. Ездил посмотреть природу. Снял ловушку на пчёл. ловушка провисела два сезона зимовала на березе осенний день порывистый ветер сменялось то солнце то снег когда начал подъезжать к Завидовскому парку километров за 20 за 30 в окно смотрю, вижу везде хозяйничают бобры ввалят лес, строят плотины в Завидовском парке тоже есть запруды ловушку решил снять забрать кольцо ДВПшное и дно основа этих картонных ловушек это кольцо с него начинаем изготовление оно определяет форму ловушки не знаю буду здесь еще ставить ловушки потому что была пасека пасечник ушел пасека прекратила свое существование я думаю, что раи уходили оттуда и в этом направлении раи попадались с той пасеки посмотрим, как следующий сезон пару ловушек еще продолжает висеть вдоль этой дороги где я сейчас нахожусь ловушки сильно досталось крыши нет вся изгрызана На земле нахожу следы гнезда. Это шершни. С шершнями я с каждым сезоном знакомлюсь все ближе и ближе. Их уже я ни с кем не перепутаю. С другой стороны, тяжело перепутать шершиное гнездо с осиным гнездом. Размер ячеек по цвету. Осиное серое гнездо. Шершиное гнездо коричневатое. Получается, что шершни жили, скорее всего, в этом сезоне. Шершиное гнездо видно. Раздолбили уже после сезона. Птица, куница. Остатки гнезда вижу на земле. Московское море. Очень сильный порывистый ветер. Вдалеке вижу волны пенятся. Море бушует. Ветер довольно-таки сильный. Приятно походить по природе. Посмотреть. Забираю ловушку. Надеюсь, что в следующем сезоне найду здесь еще места. Есть информация, что в деревне пасека. Правда, совсем в другом конце. По этой дороге тоже где-то километров 10 была пасека. Подумаю, где на следующий сезон здесь установить ловушки. Либо углубляться в лес. Попытаться просто поймать пчелу. Может быть, здесь есть и на самом деле дикая пчела, которая живет в лесу. Либо устанавливать ловушки в деревне. Либо вдоль моря по этой дороге. Уходить дальше на несколько километров. Пытаться там что-либо поймать. Сегодня я с вами прощаюсь. Желаю всем удачи, успехов. Ждите новых видео на моем канале. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok